Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Деревни в глубинке скрывают много интересного. В этот раз я нашел богатый дом с большим количеством старинных вещей внутри. Такого богатства я еще не встречал. Приятного просмотра! Ух ты! Это же прятский станок что ли. Я впервые его вижу. На улице уже конец лета и я решил выбраться в новый поход по заброшенным деревням. Шел я сюда пешком наверное около часа. Находится это все действительно в глуши. Интересная крыша. Это не шифер, а это каменная черепица. Запах как в бане. Веники. Дрова лежат. А вот и банька. Ох, прям хоть сейчас ее растопить. Есть дрова, веники, печка. Хоть бери и парься. Не, ну крыша конечно интересная. Я впервые вижу такой материал. Действительно камень. Ладно, посмотрим что в доме. Гнездо аистов. Кстати электричество должно быть. Куча мух внутри. Сарай с дровами. Причем это уже хорошие мелкие дрова. И достаточно сухие. Что за колесо. Деревянное. С металлическим ободом. Одежда. Все в пыли. Керосинка висит. Вот. Даже целая. Вот это да. Просто сарай. Бочки. А это что такое? Может это что-то для лошади. Упряжка. На седло не похоже. Скорее всего. Вон там внутри мягкая. Подковы. Еще бочки. Коса. А здесь есть почти все, что нужно для жизни. Корзинка. Возможно даже сплетенная своими руками. Рамки для пчел. Тут вон даже остался мед. Все просто в паутине. Ай. Причем такой крепкой. Людей тут не было уже давно. Ух ты. Это же прятский станок что ли. Я впервые его вижу в живую. До этого я видел их только на картинках. Какая красота. До сих пор крутится. Жаль я не знаю как он работает. Но находка весьма интересная. Радейка. Очень древняя. Жаль непонятно. Какой марки. И это я только зашел в кладовку. Еще в доме не был. И уже столько всего нашел. А сколько тут разных инструментов. Пила. Грабли. Еще пила. Грабли. Саня. Ну да. Да. Причем это наверное не пассажирские сани. А для груза. Сейчас я их аккуратно попробую. Тяжелые. Ой. Какая красота. Конечно они не настолько красивые. Как те пассажирские. Со спинкой. Которые я находил. Но это наверное действительно для груза. А это похоже повозка была. Ну да. Здесь их три. У них уже резиновые колеса. А раньше возможно были. Те которые я видел в первом сарае. Деревянные. С металлическим ободом. Кстати. А нет. Подумал. Еще одни сани. Хотя. Это по моему еще одни сани. Ну да. Да. Это еще одни такие же сани. Обалдеть просто. Вот это находки. Снова упряжки. Наверное. То есть по сути. Здесь есть все. Нужное для жизни. Но нет людей. Так. Тут есть. Еще один домик. Заглянем. Что же это такое? Полностью из металла. Похоже на сидение. Ручку. Газа. Или скоростей. Какой-то старый трактор. Рама от него что ли. Не пойму. Так. А вот. А ну-ка. Закрыто что ли. А на этот засов. Сейчас мы его. Давно его никто уже не открывал. Фух. Ой-ой-ой. Какие же тут заросли просто. Фух. Вот я. Внутри. Похоже. На загончик. Для домашних животных. И запах такой. Ладно. Пойдем теперь. в дом. Там наверное будет. Самое интересное. замок. Открыто. Есть кто? Да. Хотя. После увиденного. В сараях. Я не думаю, что тут кто-то. Живет. еще одна кладовка станок еще один плита одежда снова банки еще одна керосинка вот она красавица и на полу еще одна а ведь их можно было бы почистить помыть отреставрировать электричество нет как же тут пахнет запах старых вещей и здесь явно давно никого не было вот это я удачно зашел конечно я сам в шоке а это та комната с мухами несмотря на то что здесь уже кто-то копался здесь очень много вещей из прошлого и люди тут давно не живут то есть это капсула времени посуда красиво приборы столовая кстати алюминиевые очень легкие кружечки для лекарств что ли тут еще посуда спальное место иконы куклы только они почему-то черная как будто кто-то хотел их поджечь и тут как будто был пожар небольшой лекарства тиамин хлорид часть ампул осталось стихотворение для детей и алфавит латышский 2013 а какое красивое трюмо это похоже от керосиновых ламп стекла щита за электричество еще в латах еще в латах 2002 года иконы тоже как будто горели очень странно это все потому что не похоже что тут был пожар и лишь отдельные предметы почернели книжки про сельское хозяйство 97 год шарфики весьма симпатичная припасы очень давно они тут стоят кофе кофе сода 2013 елгавский сахар у нас тогда еще делали сахар в елгаве выходит 10 лет тут не живут люди ух ты а это что вау это наверное для того чтобы делать печенье в форме петушков сюда тесто клали классная вещь и там их несколько и там их несколько кухня кухня печь не разобранная кстати одежда полный шкаф полный шкаф еще один шкаф интересно сколько здесь людей жило кухня следующая комната эх зачем же вы так разбросали одежду что-то искали ценное что-то искали ценное снова посуда красиво красиво ой ух ты какая вазочка красота столько много всего что глаза разбегаются еще тарелки а вот интересно рижские стаканчики еще стаканчики обалдеть тут либо жило несколько семей либо приходило много гостей не ну красота же красота какие рюмочки металлические может даже антикварная какая красота это ж как в поезде наливали чай в такие вагоны раньше с металлическим подстаканником обалдеть советских фильмах я такие видел вот эта вещь этот дом меня шокировал в приятном смысле ну-ка не написано не написано сколько здесь красивой посуды много медали 85 года только за что или это просто сувениры святой уголок а какая люстра это же произведение искусства похоже это был очень богатый дом столько всего гостиная похоже ух ты свечи иконы православная и счетчик и он горит вон зеленая лампа то есть тут должно быть электричество может лампочки нету странно лампочка есть вроде не перегорела даже ладно что это за прибор такой альпинист это радиоприемник который работал на батарейках я когда был у арвидуса в музее радио он мне про него рассказывал он в детстве такой слушал когда выезжал на природу с родителями обалдеть модель 321 фотография а здесь кто-то их уже забрал католический календарь 93 года и дед мороз от всей души поздравляем с днем рождения внуки а это что цена какой-то прибор электроника только что это не пойму может какой-то радиоприемник нет ладно ладно фотография еще фотография еще фотография поздравляю с новым годом 1985 обалдеть просто еще радиолампы да интересные находки это зубы искусственные конечно за последнее время это один из самых интересных и богатых домов где мне довелось побывать открываешь дверь и попадаешь из прошлого в настоящее тут еще есть чердак но мне нужно уже уходить так как вечереет когда-нибудь я сюда вернусь загляну на чердак и внимательнее разгляжу все внутри какая красота одни дверь 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 двери дверь дверь Субтитры создавал DimaTorzok